признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу с первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание ух ты ух ты ух ты друзья всем привет ну что оленевод в северной корее шойгу поехал кимчин ину ну в принципе все нормально как раз брат по духу и по разному там все хорошо поехал за оружием явно за беспилотниками снарядами великая россия просит северную корею помочь с оружием доигрались дожились сейчас подробно об этом визите не забудьте подписаться на канал прямо под описанием к видео кнопка если она у вас черная друзья это плохой знак значит что вы не подписаны на канал это надо срочно исправить это легко сделать нажмите на нее есть теперь вы подписаны спасибо она стала белая рядом кнопка палец вверх лайк обязательно нажмите его чтобы больше людей увидела а тут есть что увидеть оленевод в северной корее впервые в истории современной россии министр обороны россии приехал в северную корею и приехал знаете не как-то хозяин а приехал просить и приехал просить оружие сначала встретить как шойгу разливается перед кимчин ином ну такое спасибо посмотрите благодарю за радушный теплый прием рад встречи и знакомства с вами благодарен все воспользовался вашим приглашением посетить пхеньян столицу дружественного нам государств признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу с первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание дальше официальная значит он там по случаю семидесятилетия победы в отечественной войне то есть это корейская война 50 53 года и они с кимчин ином сходили на концерт там посмеялись ну конечно это все было только повод а реальная цель это оружие собственно говоря это никто и не скрывает и шойгу значит пошел с ним на выставку военную кимчин иному показывал что у них там есть и беспилотники посмотрите и другое вооружение да и собственно говоря российские пропагандисты фактически скобеева выболтала всю тайну этой поездки послушайте как она рассказывает зачем туда приехал шойгу на то как именно будет развиваться военное сотрудничество двух стран как бы намекает наличие в составе делегации зама шойгу криворучка который лично курирует вопросы организации военно-технического обеспечения вооруженных сил будет ли армия россии в итоге обеспечиваться корейским оружием и боеприпасами пока доподлинно неизвестно блумберг приводит мнение американских военных экспертов о том что русским очень нужны северокорейские 152 миллиметровые артиллерийские снаряды совместимые с советским оружием почитали что если москва купит у пхеньяна 250 тысяч снарядов по 1000 долларов за единицу то ким заработает сумму равную одному проценту ввп кндр в общем нужны им снаряды уже сами не могут сделать запасы кончаются ринулись северную корею давайте почищать но ким чаныну деньги нужны всегда ниже там собственно с миром практически не торгуют поэтому деньги ему пригодятся у него там есть свои ядерные программы прочее поэтому здесь они конечно могут найти общий язык другая история что сколько они на могут выглядеть из северной кореи но что есть собираются выгрести ну и послушайте как российские эксперты абсолютно серьезным видом рассказывают что конечно северокорейские ракеты они сейчас спасут лнр днр а послушайте тех корпусов которые воюют вот на территории донецкой луганской народных республик усилили бы соответствующие северокорейские ракетные артиллерийские системы реактивные системы залпового огня поступали бы соответствующие снаряды подходящих калибров ну и еще послушайте этого же коротченко который рассказывает что у них все подходит к советским моделям то есть тоже не скрываешь фактически россия воюет тем что еще сделал советский союз и когда-то это все отправлял как там найти туда на деревню к дедушке дедушки ким чен иру ким ирсену ким чен иру теперь ким чен ину вот а теперь сюда приехали просить великая страна что тут скажешь послушайте тайна для нас северная корея помимо того что это важный партнер хотя и находящийся под санкциями но я думаю что оборонный потенциал этой страны как минимум интересен с нескольких позиций первое это артиллерийские системы это в принципе классические советские артиллерийские системы которые были усовершенствованы адаптированы под местное производство ну вот они друзья россии северная корея иран пару африканских государств ну мощная подняла ну естественно картофельный спас лукашенко все друзья по разному все что называется на подбор тут еще интересный момент почему поехал шойгу ведь министр иностранных дел все-таки в россии по-моему лавров и так как его еще не там уже в нормальные страны не пускают и северная корея было бы отличным для него направления едет шойгу почему может путин таким образом демонстрирует что шойгу неприкосновение может вообще он его 7 метит в преемнике шойгу это ж такое бессловесное для путина существо в 2000-х путин его и понижал и шойгу не возмущался ничем потом дослужился до министра обороны и там сидит помните где снаряды шойгу и герасимов снаряды оказывается в северной корее вот она реальность поэтому теперь вот такой очень важный для путина соратник теперь там значит выгребает то что можно в северной корее в друзья ну в общем такая вот история очевидно что этот визит это свидетельство российской полного провала их там и внешней политики да и внутренней и это его демонстрирует но в это время нью-йорк таймс вышел сегодня со статьей что украина определилась главным ударом направлением что это удар на так мак и мелитополь и что сейчас будут водиться резервы в бой друзья я не знаю я не если бы я знал я бы не мог вам рассказать но я не знаю где и как мы введем какие резервы где мы точно ударим но держим кулаки чтобы действительно тот удар которого мы ждали мы его скоро увидели и чтобы он дал результат ну а пока как мы видим шагу тоже этого очень боится и лихорадочно скребет по миру что еще может вот этого советского металлолома которым они еще как-то могут стрелять и и убивать им вот они его сегодня собирают по всему миру и главный их друг теперь ким чен вот такая история друзья держим строй поделитесь этим видео несмотря на всех ким чен инев друзья держим строй перемога будет за нами